Сегодня у нас на повестке дня адский Минск версия 3.0 И так как у нас в прошлой серии немножко не получилось задними тормозами, немножко мы просчитались А так как у нас еще и погнуло задний вал, поэтому мы особо в прошлой серии ничего не успели Но! Теперь нам подписчик прислал абсолютно идентичную деталь Она чуть-чуть конечно и отличается, но я думаю она подойдет, потому что это от Минска Сегодня мы займемся задними тормозами Также мне пришла звезда задняя на 50 зубов, это конкретно не от Минска, это ну просто задняя звезда Я не знаю от чего, но я ее так подобрал на 50 зубов, 428 цепь, и сегодня мы ее попробуем впендировать Вот этой звезды, это был внутренний диаметр, потому что я перед этим померил эту звезду У нас здесь был внутренний диаметр, по-моему 62 сантиметра, 62 миллиметра точнее И у нас эта звезда четко становится на ступицу от Минска, если опять-таки это называется ступица Единственный момент, то что конечно же у нас не совпадают отверстия Сейчас я подумаю как это можно будет сделать и приступим Так, ну в принципе достаточно быстро у нас теперь звезда на 50 зубов, причем без какого-либо колхоза Проселил отверстие по, так сказать, по этой матрице и все четенько стало, все вообще прекрасно Напомню, что родная звезда у нас на 39 зубов, посмотрим насколько изменится, так сказать, тяга этого мотоцикла Так, ну цепь пока что мы ставить не будем, сейчас сразу же займемся задним тормозом Так как в прошлый раз у нас были небольшие технологические просчеты, потому что мы вот эту фиксирующую втулку разместили сверху И у нас оно получается, когда мы тормозим, оно идет на сгибание, поэтому у нас вот этот стопор погнуло, все раскурочило Ну в общем это так неправильно, завода она идет снизу и она идет на растяжение, то есть когда мы тормозим, вот этот стопор, он его тянет туда, то есть его растягивает Поэтому сейчас мы установили этот стопор снизу, единственное, что штатный стопор у нас короткий, поэтому мы собственно говоря делаем самодельный стопор И в этот раз я взял полотно толщиной как заводской стопор, слишком много слова стопор, но тем не менее сейчас мы это все померяем и также с этого уха, но пойдем уже вниз Субтитры сделал DimaTorzok Пришлось здесь немножко поморочиться, удлинил вот эту саму тягу, потому что ее у нас в принципе не хватало, ну сделал так более-менее аккуратно из двух тяг Дальше пришлось сделать вот эту самопальную штуку, главное чтобы это работало, чуть позже проверим А что касается цепи, тоже здесь вы в принципе все видели, единственное, что нужно будет, вот здесь даже есть у нас какое-то крепление, можно его будет использовать И сделать какой-то натяжитель на пружинке, ну потому что цепь все-таки чуть-чуть свисает Но это тоже такое в принципе не самое сейчас глобальное, но сделать обязательно нужно будет А так в целом вроде бы все нормально Сейчас я хочу поставить сюда новые курки, также нужно будет поставить новую ручку газа, которую я купил по дешману, так сказать И дальше в принципе можно будет уже попробовать проехаться А, еще один момент Я тут посчитал и понял, что покупая через Екаталог, например, эти колонки, гоупрошку, хрень для записи звука, ноутбук, космопокет, пелесос, утюг, смарт-часы, телефон и наушники Я сэкономил порядка 500 долларов 500 долларов, Карл, а ведь это не потому что Екаталог продает или делает специальные скидки Екаталог просто-напросто показывает лучшее ценовое предложение на данный момент, при этом в один клик А сколько времени я с ним сэкономил, так тут вообще не сосчитать Ведь подбор товара происходит максимально быстро По фильтрам выбрали нужное и добавили несколько вариантов сравнения И выбираете, а если еще не определились, то смотрите обзоры и отзывы реальных покупателей После такого, я думаю, вы точно подберете именно то, что вам нужно, без каких-либо сомнений В общем, ссылки на Екаталог будут в описании Пользуйтесь и экономьте без привлечения сотни долларов Так, в общем-то, некоторую мелочевку мы сделали Уже мотоцикл даже у нас стоит на подножке Возможно, ее потом придется удлинить, но пока что и так сойдет Сейчас нужно поморочиться над выхлопом Собственно говоря, поэтому я и не выезжал, и не тестировал тормоза Потому что не хочется без выхлопа Сейчас там более людей, много шашлыки жарят Поэтому не хочется их беспокоить Поэтому сейчас что-то придумаем с выхлопной трубой Желательно, конечно, чтобы оно резонировало То есть, чтобы оно исполняло функцию резонатора Потому что трубу выхлопную можно придумать какую угодно Но на двухтактном мотоцикле резонатор это очень важная деталь Но вот эта труба, которая у нас стояла изначально Она никаким образом сюда теперь не... Не то, что не вписывается Она, в принципе, сюда никак не встает То есть, сейчас нужно будет пилить, еще дворить И как-то ее сюда колхозить Как это будет работать, потом уже посмотрим А пока что, ну, другого выхода просто нет Субтитры сделал DimaTorzok Помучался я с этим глушителем капитально, если честно То есть, у нас, по факту, больше чем полдня ушло чисто для того, чтобы сделать глушитель Проблема вся в том, что нам самое главное нужно было сохранить резонатор То есть, он, в принципе, может быть разной формы Но его размеры должны быть одинаковыми Для того, чтобы он работал А двухтактной техники резонатор это очень важная деталь, так сказать Вот, поэтому здесь я изначально хотел здесь как-то закрутить Но я понял, что это будет очень геморно Была мысль пропустить его сюда, но тоже он там у нас ничего не влезал Поэтому вот как сделал, так сделал Ну, то есть, это максимум, что я смог сделать Теперь самое главное проверить, или он будет работать Ну, я думаю, вы сами понимаете, как работает Минск с резонатором и Минск без резонатора Нужно учитывать, что двигатель у нас уже, конечно, ушатанный капитально Я через выхлопное окно трогал поршень Так, поршень там уже вот так Но самое главное, что здесь поршень от Ямахи Есть лепестковый клапан и, собственно говоря, резонатор Так, здесь у нас все подключено Краник Обогатитель Газуем Это оно Это Минск Так, все, с этим пока решили Тоже пока что выезжать еще не будем Сейчас хочу сделать крыло Изначально я думал делать крыло из какого-то пластикового обрезка Я думал как-то сделать вот так Но Я так подумал Во-первых, он никакой То есть, его надо как-то, ну, как-то подрезать Что-то как-то придумывать Во-вторых, этот сам пластик Он не из какого-то эндурного пластика Да, там, ЭБС, что он гибкий Он крошится Поэтому, если там где-то на хвост упадет Естественно, его сразу отломают Поэтому я решил делать по хардкору Не париться с этой задней стенкой Как-то ее там выпиливать Что-то придумывать Я что сделал Я возьму просто крыло, которое здесь стояло изначально Единственное, что сейчас мы открутим номер из топори Потому что топори у нас будут другие И мы просто поставим сюда Вот такое крыло Собственно говоря, сейчас мы займемся установкой этого крыла Короче, с крылом немножко планы поменялись Потому что я хотел изначально просто поставить сюда крыло Но если здесь оно еще нормально выглядит То то, что здесь происходит Так как боковых крышечек никаких не будет Это, конечно, катастрофа Ну, колхоз лютейший Это тоже, конечно, колхоз Но оно хотя бы, как по мне, смотрится Я художник, я так и вижу, по крайней мере Короче, сейчас хочу сделать крепление для сидения Ну, точнее, для основы И также сегодня нужно будет сделать мякиш А саму сидуху я уже сделаю дома Что, собственно, вам и покажу Поэтому сейчас пока что крепление сидения Субтитры сделал DimaTorzok Так, короче, ребят, нет времени объяснять Сидуху мы уже сделали По поводу внешнего вида Ну, не знаю Нужно красить, нужно смотреть В общем, сейчас проедусь Посмотрю по поводу выноса руля Потому что непонятно, он все-таки низкий или не низкий Ну, вроде как руки снизу стоят Но нагинаться особо не хочется Поэтому сейчас проедусь Но сидеть удобно Потому что мягенько стало Подвеска работает Мотоцикл едет Единственное, что я же говорю Ушатанная поршневая Поэтому он не особо снизу берет Но когда идет, срабатывает резонатор Что-то чувствуется Нормально Выхлопник Выхлопник Луже, чем Акропович Мотоцикл, особенно когда ему даешь выше средних оборотов Он, ну, реагирует на ручку газа просто прекрасно Снизу хреново Ну, опять-таки, я же говорю Ушатанная поршневая Нужно хотя бы подкинуть кольца И тогда, в принципе, все будет нормально Лепестковый клапан я ни разу здесь за все время не менял Кстати, на тормозах Тормоза все, в принципе, все тесты пройдены На асфальте я тормозил И здесь тормозил, в принципе, все нормально Ничего нигде не отваливается Тормозит хорошо, лапка возвращается Хотя у нас даже здесь нет еще пружинки То есть тормозами тоже все нормально Что касается звезды, то я бы не сказал, что она там сильно как-то прям повлияла Но здесь тоже, опять-таки, не очень понятно Потому что я на Минске уже давно катался И мне так, чтобы сравнить, уже не очень я помню Но, в целом, в принципе, едет нормально Но это нужно учитывать то, что у меня передняя звезда стоит самая большая Скоростная сейчас, на данный момент Я ее поставил специально, чтобы можно было от нее уже отталкиваться То есть в данном случае мы можем еще меньше поставить звезды Тогда, конечно, скорость максимально упадет Но тяга намного больше вырастет Сейчас, в принципе, мотоцикл практически готов перед покраской Единственное, что нужно сделать Натяжитель цепи Позакручивать все Потому что у меня на задний маятник Там просто шпилька стоит У меня даже болтов по бокам нету То есть нужно все будет позакручивать Поставить на демпфера бак Сделать спидометр Потому что тросик у меня все есть Просто нужно поставить какой-то спидометр Это чисто так, ну, чтобы было Придумать, куда поставить номер Потому что сейчас я не знаю, куда его ставить И, собственно говоря, доделать там проводочку мелкую Что-то поставить По поводу переднего крыла еще не знаю Но переднее крыло я уже в любой момент могу Даже после покраски что-нибудь придумать Потому что крепление есть Ну и нужно будет купить одну хотя бы резину Потому что эта резина, в принципе, более-менее для листных покатух А передняя резина что-то не очень Да, еще по поводу покраски хотел у вас уточнить Потому что сразу говорю Раму я хочу покрасить в красный цвет Собственно говоря, это будет и основной цвет там по документам Но я не знаю, как мне покрасить В какой цвет мне покрасить бак, крыло Ну и такие сопутствующие элементы Поэтому, если что Если у вас какие-то есть крутые идеи Возможно, что-то подскажете Сочетание цветов красной рамы с каким-то цветом бака То, пожалуйста, пишите об этом в комментариях Что, кстати, на ежа Почему я сейчас ежа не снимаю Дело в том, что я хочу доделать Минск Потому что еж у меня, в принципе, сейчас на покраску ждет Я хочу доделать еж и покрасить две рамы сразу Чтобы потом вот это Ну, так, в общем-то, просто удобнее В общем, ребят, палец вверх ставьте Все Пока что загоняем в гараж